Вот коробка. 1977 год. Это с Москвы привезли. То есть она сейчас для нас выглядит как бы достаточно прозаично, но в 1977 год, представляете, вот это вот блестит на елке. В Новый год с советским прошлым. Идея украсить елку игрушками-старушками родилась у Алексея под дубкой не случайно, говорит. Его семья главный праздник всегда старается отмечать необычно. В прошлом году искусственную красавицу наряжали в красно-белом стиле. В этом решили окунуться в СССР. Алексей дал объявление в газету, плюс расклеил предложение о покупке по городу. Ценник на украшения варьировался от 20 рублей до полутора тысяч. Столько, например, стоит этот Дед Мороз на прищепке. Ограниченная штамповность, редкие достаточно игрушки. И ввиду того, что в Советском Союзе наряжали раньше в детский сад, игрушки ломали, помните, делали блестящие костюмы. Все это ломалось. Чем меньше их осталось, тем дороже они и сейчас стоят. Это какой год примерно? Вот это у нас год, вот это 80-й. На предложение продать праздничное прошлое горожане откликнулись охотно. Некоторые даже долго торговались. Так, за эту стандартную шишку один из продавцов хотел выручить рублей 150. Но Алексей дорого платил только за редкие игрушки. В интернете, кстати, немало сайтов, где можно купить такие аксессуары. Так, за один советский шар некоторые просят 900 рублей, а за гипсового Деда Мороза аж 15 тысяч. На свою новогоднюю елку Алексей уже потратил 7 тысяч. Говорит, каждое украшение – история. Вот на часах 12 без пяти. Такие игрушки выпускали после выхода фильма «Карнавальная ночь» в 1956 году. Чуть позже к ним присоединилась царица полей. Все догадаются, да, если взять игрушку, к какой эпохе это относится. Все дядючку Хрущева вспомнят, я его туфлю и покажу Кузькину мать. Когда наша страна уже начала заводить какие-то позиции такие видные, во всем, скажем, все, начался футбольный. Это тоже редкая вещь достаточно. Когда полетели мы в космос, естественно, вся страна и все мальчишки того возраста мечтали быть космонавтами. На елке обязательно должны были быть космонавты. Были игрушки у нас, которые, ну, наверное, вечные, с пенопластом. За два месяца у Алексея набралось три коробки с игрушками. Говорит, этого хватит, чтобы украсить двухметровую искусственную красавицу. Будет на елке и главное украшение – красная звезда. А под елкой – Дед Мороз со Снегурочкой. Тоже советской эпохи. Еще я помню времена, когда была звезда. Звезда тоже до сих пор рабочая. С вилкой советской. Вот. Вот. Это уже для создания полного натуража. Ну, вешали звезду сначала, а потом уже более-менее там к 90-м годам уже убирали звезду. И уже делали по советскому времену уже наверху такие, так скажем, сосульки. Всего в коллекции Алексея Поддубка около 200 игрушек. В тройке лидеров – елочные шары, шишки и сосульки. С игрушечным советским прошлым Алексей прощаться не собирается. Он хочет передать свою коллекцию, если ее, конечно, можно так назвать, будущим детям. Светлана Рожкова, Кирилл Захаров, Альфа Новости.